Привет друзья! Это последние сводки с фронта. И начнем мы свой обзор с Азовца, вернее морского пехотинца Волыны, который уже вовсю критикует Азов во время допросов его со стороны МГБ, ЛДНР или ФСБ, то есть непонятно кто его допрашивает. Но с ним кадры часто появляются, в отличие от Колылины, Редиса и всех остальных, он довольно часто появляется в телеграм-каналах. Вот такие фото с ним появляются, как он там работает, проводит какие-то исправительные работы, находясь в застенках исправительных учреждений ЛДНР. И вот сейчас давайте послушаем, как он критикует Азовцев во время допроса. Военные приветствия, обычаи, они там обращаются друг к другу, дружи, браты, командиры. Вот такой вот, как бы, неклассический подход для меня, ну, как бы, ну, был дивным, как бы, что ли. Я раньше такого не встречал, не видел таких обращений, отношений. Да, как бы, есть неклассические у них там жесты, приемы, которые они там используют при встрече друг с другом, как бы. Ну, правой рукой, там, от левой груди вверх, как бы, поднимают руку. Ну, зигует, проще говоря. Ну, наверное, это так бывает. А как они друг к другу обращались, например, воинские звания, они как-то переначали на свой лад? Ну, как бы, они вообще по воинским званиям не обращались, я говорю, они говорили там друг к другу, дружи, браты, вот в таком, брали, в плане, там, то есть, неклассический подход, как бы, такой был. Волына, как видим, довольно мягко, но уверенно критикует всякие националистические повадки азовцев и в то же время ведет более уверенную критику украинской власти и военного руководства, называя все те ошибки, которые украинская армия, украинское государство, занимаясь коррупцией, распилом, упустила и Волына, в принципе, называет, с его точки зрения, вот эти провалы. Обеспечение войск мешало очень сильно, потому что не были созданы никакие там стратегические запасы, ни боеприпасов, ни продовольствия, было слабое организованное взаимодействие между подразделениями, и я считаю, что подразделения территориальной обороны, которые были созданы, это были просто гражданские люди в военной форме с оружием, они не могли, как бы, там, выполнять какие-то задачи. Так же, как подразделения национальной гвардии, там, пограничных войск, они были другой специализацией направленности, и там, им держать оборону и выполнять какие-то боевые действия было сложно. Волына самый интересный персонаж из командиров вот этой Азовстали, намного повеселее Реддиса, Калины и всех остальных. Причем, у него, кстати, в году, так, в 2015, по-моему, и в 2016, в его ВКонтакте были весьма пророссийские посты, то есть он занимал прославянские, православные, и вообще, в целом, за дружбу России, Украины, вот такие он взгляды имел, и такие посты постил. После этого, я не знаю, как менялись его позиции, а может, они и не менялись вовсе, но, как видим, сейчас с ним больше всего появляется кадров, и какая-то информация о нем есть. Здесь он дает какие-то развернутые ответы, что наполняет телеграмм, наполняет, как бы, вообще инфопространство. Информация вообще о Азовцах и всех остальных, кто из Азовстали, сейчас находится в эвакуированных, скажем так, в тюрьму ДНР. Но отойдем от этой темы и вернемся к сводке с фронта. Внимательно давайте посмотрим, что происходит на Харьковском направлении фронта по карте. Последняя сводка по фронтам Украины. На Харьковском направлении войска Российской Федерации обстреливали позиции в ВСУ из танков, минометов, ствольной реактивной артиллерии, били по позициям в ВСУ в Базалиевке, Пришибе, Шестакова, Русской Лозовой, Верхнем Салтов, Ивановке и Замуловке. Идут ожесточенные бои в районе Дементьевки. По данным российской сводки, идет продвижение в направлении Уды и Прудянки. Продолжается усиленная работа артиллерии по позициям ВСУ в Чугуеве, Золочеве, Циркунах, Кутузовке, Богодухове, Слатина и в городе Харькове. Российская армия и армия ЛДНР, при том, что численно она меньше, умудряется проводить наступательные действия. Украинской армии только по заявлениям президента Зеленского и официальных лиц уже более 700 тысяч. Причем они говорили, что будут доводить ее до миллиона, а возможно даже больше. 700 тысяч уже несколько недель назад было, а то и месяц назад уже констатировали. То есть там еще больше численность, в то время как военная группировка российских войск, ну там до 300 тысяч, ну с ЛДНР вместе, ну 300 с чем-то, ну 400 тысяч даже нету в целом. И при том, что их вдвое меньше, они проводят наступательные действия на территории Донецкой, Луганской области, пытаются в Харькове какие-то действия проводить. И превосходство российской стороны, естественно в воздухе, то есть российская авиация контролирует воздушное пространство над Украиной. И естественно за счет крылатых ракет, за счет высокоточного оружия и систем залпового огня, которых и как и всей техники у российской стороны больше в 5, в 10, по некоторым данным даже в 12 раз, чем у украинской стороны, несмотря даже на всю западную помощь. И вот Арестович, советник главы Офиса Президента, констатирует о том, что украинская армия и все ее союзники никак не могут парировать угрозу от российского высокоточного оружия и крылатых ракет. И это действительно паника и ужас для Киева. Зачастливая проблема поляга в том, что в Украине нет безопасных мест. То есть российские крылатые ракеты всегда долетают, сбить их всех неможливо, сбить носителей мы не можем. Украинской стороны нет никаких средств противодействия и возможности сбивать крылатые ракеты и в целом высокоточное оружие Российской Федерации. Поэтому любой украинский объект, он при большом желании российской стороны может быть просто уничтожен. Ну и теперь друзья, давайте детально посмотрим, что происходит на Донецком направлении фронта и разберемся по карте в деталях. На Донецком направлении войска Российской Федерации при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. Для поддержки наступательных действий в районе Верхнекаменки военные силы Российской Федерации задействовали диверсионно-разведательные группы. На Северском направлении войска Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану участка Украино-Российской границы. На Бахмутском направлении армия России пыталась улучшить наступательными действиями тактическое положение в районе населенного пункта Спорное. Ну а теперь давайте детально разберемся, что происходит на Луганском фронте. Где как раз и происходят самые ожесточенные боевые действия и самая активная работа с обоих сторон. На Луганском фронте вовсю идет битва за Лисичанск. К ночи в российских телеграм-каналах прошло сообщение. В Лисичанске НПЗ взят союзными войсками. Это фактически означает то, что дорога на Северс через Золотаревку перерезана. По данным российских сводок, россияне перебрались через Северский Донец, построив понтонный мост и взяли Приволье. И на Луганском направлении фронта активнейшую роль и позицию играют бойцы из 95-го региона Российской Федерации. Которые сражаются в составе и на стороне российских войск. Конкретно это чеченские подразделения Рамзана Кадырова. Которые вот в этом видео один из кадыровских командиров, которого зовут Апты, рассказывают, что они захватили украинских военных западную технику. Хаммеры там все остальное и развлекаются собственно на этой технике. Давайте послушаем вот этого командира и напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Саламу алейкум, Рабза Ахматович. Вот, скидываю вам ролик, значит, с хваленым американским хаммером. Короче говоря, великие укра бойцы, вояки, которые взяли, отбросили все, получается, убежали. Значит, у нас уже в распоряжении появились хаммеры, казаки. Короче говоря, весь этот ихний скарб, который они так рекламируют, что они им отправили эту всю рухлядь. Вот эта вся рухлядь, короче говоря. Мы так для прикола просто, пацаны, чтобы покатались чуть-чуть, взяли ее. А так на самом деле абсолютно ни к чему не пригодная старая рухлядь. Наши бронированные УАЗики, наша бронированная техника намного лучше, чем все это их хозяйство американское, так называемое. Вот мы в очередной раз доказываем, что мы с помощью нашего российского надежного оружия можем сделать намного больше, чем эти укровояки с помощью натовского хваленого якобы великого оружия. Поэтому мы можем сказать только одно. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вот и весь вопрос Рамзе Ахмада идет. Бойцы наши, как говорится, приволокли, показать, короче говоря, посмотреть, что у нас тут есть. Вот такая вот позиция чеченских командиров, кадыровцев. Вот их официальное мнение и позиция. Я на своем канале вставляю и представителей украинской стороны, и ЛДНР, и российской стороны, и западных каких-то наблюдателей. И делаю это непредвзято для того, чтобы показать все позиции, все мнения, чтобы каждый из вас мог пропустить через себя непрепарированную информацию и сложить свое собственное мнение, очищенное от любой военной пропаганды, абсолютно адекватно для того, чтобы воспринимать, что происходит на фронтах вот этой вот необъявленной, вот этих вот всех боевых действий, всего этого военного конфликта. Ну а на сегодня все, друзья. Обязательно нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, а также нажимайте колокольчик и вкладочку все, чтобы все оповещения с моего канала к вам приходили. А также обязательно смотрите следующее видео, там будет еще интереснее.